История рассказов и сказок Максима Горького для детей связана с землетрясением, которое случилось на юге Италии, на острове Сицилия в городе Мессина. Катастрофа произошла в декабре 1908 года, около 6 утра. Горький в это время жил на острове Капри, где работал и лечился. Слава его как писателя тогда уже далеко перешагнула границы России, а его роман «Мать» был переведен на 16 европейских языков. Поэтому неудивительно, что именитый писатель и профессиональный журналист тут же отправился в Мессину и, пораженный увиденным, немедленно организовал сбор средств в пользу мессинцев. Спасение Мессины стало первой и крупнейшей гуманитарной операцией. Первыми на помощь пришли русские моряки. В Мессину отовсюду стали поступать деньги и вещи. Однажды на адрес Алексея Максимовича Горького прибыли деньги и письмо, написанное детским почерком. Об этой истории поведал писатель Владимир Приходько. Неизвестные малыши из детского приюта в Баилово около Баку писали «Пожалуйста, передайте наши деньги писателю Максиму Горькому для мессинцев». Письмо было подписано «Школа шалунов». Это была школа для детей из демократических семей, организованная бакинскими революционерами в 1909 году. Педагоги считали, что любого закомплексованного ребенка можно превратить в радостного веселого шалуна. Средства дети заработали, распродавая билеты на спектакль, что поставили сами под руководством талантливого педагога Алисы Ивановны Радченко. В конверте была фотография 12 участников представления. Горький ответил «Дорогие дети, я получил собранные вами деньги для мессинцев и сердечно благодарю вас за всех, кому вы помогли. Крепко жму ваши лапки, да будут они честны и сильны по вся дни жизни вашей». Один из мальчиков, Боря, написал «Дядя Алеша, я тебя люблю. Есть ли у тебя лошадь, корова и бык? Напиши нам рассказ про воробьишку. И еще нам напиши какой-нибудь выдуманный рассказ, чтобы мальчик удил рыбу. Я тебя целую. Я бы хотел тебя увидеть». То Алексей Максимович выполнил просьбу и написал сказку «Воробьишка». А затем еще пять сказок, среди которых утра, случай с Евсейкой, самовар, сказки про Иванушку-турака и рассказ «Яшка». Вот и получилось, что если бы не трагические события в Мессине и не письма воспитанников школы шалунов, эти веселые и добрые сказки никогда бы не увидели свет. Рассказ «Воробьишка» был напечатан в 1912 году. Главный герой сказки «Воробьишка» Пудик летать еще не умеет, но очень любопытный и непослушный. А что произошло тенцом, вы узнаете, если прослушаете сказку «Воробьишка». У воробьев совсем так же, как у людей. Взрослые воробьи и воробьихи печушки скучные и обо всем говорят, как в книжках написано. А молодежь живет своим умом. Жил-был желторотый воробей. Звали его Пудик. А жил он над окошком бани, за верхним наличником, в теплом гнезде из пакли, маховинок и других мягких материалов. Летать он еще не пробовал, но уже крыльями махал и все выглядывал из гнезда. Хотелось поскорее узнать, что такое Божий мир и годится ли он для него. «Что? Что?» – спрашивала его воробьиха мать. Он потряхивал крыльями и, глядя на землю, чирикал. «Чересчур, черна, чересчур!» Прилетал папаша, приносил букашек Пудику и хвалился. «Чиф ли я?» Мама воробьиха одобряла его. «Чиф, чиф!» А Пуди глотал букашек и думал. «Чем чванится?» «Червяка с ножками дали чудо!» И все высовывался из гнезда, все разглядывал. «Чадо, чадо!» – беспокоилась мать. «Смотри, чебурахнешься!» «Чем, чем?» – спрашивал Пудик. «Да ничем, а упадешь на землю, кошка чик и слопает», – объяснял отец, улетая на охоту. Так все и шло, а крылья расти не торопились. «Подул однажды ветер», – Пудик спрашивает. «Что? Что?» «Ветер дунет на тебя, чирк, и сбросит на землю кошке», – объяснила мать. «Это не понравилось Пудику», – он и сказал. «А зачем деревья качаются? Пусть перестанут, тогда ветра не будет». Пробовала мать объяснить ему, что это не так, но он не поверил. Он любил объяснять все по-своему. «Идет мимо бани мужик, махает руками». «Чисто крылья ему оборвала кошка», – сказал Пудик. «Одни косточки остались». «Этот человек, они все без крылой», – сказала воробьиха мать. «Почему?» «У них такой чин, чтобы жить без крыльев, они всегда на ногах прыгают». «Чу?» «Зачем?» «Будь-ка у них крылья, так они бы и ловили нас, как мы с папой мошек». «Чушь!» – сказал Пудик. «Чушь!» «Чепуха!» «Все должны иметь крылья». «Чать на земле хуже, чем в воздухе». «Когда я вырасту большой, я сделаю, чтобы все летали». Пудик не верил маме, он еще не знал, что если маме не верить, он сидел на самом краю гнезда и во все горло распевал стихи собственного сочинения. «Эх, бескрылый человек, у тебя две ножки, хоть и очень ты велик, едят тебя мошки. А я маленький совсем, зато сам мошек ем». Пел, пел, да и вывалился из гнезда. А воробьиха за ним, а кошка рыжая, зеленые глаза, тут как тут. Испугался Пудик, растопырил крылья, качается на сереньких ногах и чирикает. «Честь имею, имею честь!» А воробьиха отталкивает его в сторону, перья у нее дыбом стали, страшная, храбрая, клюв раскрыла, в глаз кошки целит. «Прочь, прочь! Лети, Пудик, лети на окно, лети!» Страх приподнял с земли воробьишку, он подпрыгнул, замахал крыльями, раз, раз и на окне. Тут и мама подлетела без хвоста, но в большой радости села рядом с ним, клюнула его в затылок и говорит «Что? Что?» «Ну что ж», — сказал Пудик, «всему сразу не научишься?» А кошка сидит на земле, счищая с лапы воробьиные перья, смотрит на них рыжие, зеленые глаза и сожалительно мяукает. «Мяконький такой воробушек, словно мышка! Мяу!» А все кончилось благополучно, если забыть о том, что мама осталась без хвоста. Абон 1953-2011 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...